Никак он не отражался на моём состоянии, на дышке, либо ещё на чём-то. Просто решила отказаться. Слишком часто стала курить. Слишком много. Кардио. Мне нужны запреты, понимаете, мне по жизни нужны какие-то запреты и рамки. Только тогда я чувствую комфорт. Те запреты, к которым я привыкла, да, я их не могу себе создать. То есть, постоянно тренироваться, жёстко питаться, да, проводить там, я не знаю, какие-то марафоны, бесконечные проекты. Вот. То есть, то, что держит всегда тебя в напряжении, мне от этого комфортно. Но я знаю, что это неправильно. И для того, чтобы какой-то контроль, какой-то запрет был внутри, я захотела отказаться от тех вещей, от которых было сложнее всего. Это кофе и кальян. Отказ от этого даёт какую-то внутреннюю, ну, не знаю, такую галочку, что ли. И постоянно держит в рамках. То есть, если я выполняю какой-либо запрет, то я чувствую себя хорошо. Всё. Не знаю. Кажется, у вас свои загоны. Это мои загоны, которые мне нравятся. Что ты, блин, так дёргаешься? Камера, не дёргайся. Я буду аккуратно. Какой у вас вес? В актуальных сторис сохранила свой вес. В сторис сегодня. Показала свою фигуру. Показала свой вес. Посмотрите, пожалуйста, мой вес и мою фигуру в сторис. Почему так с груди произошло? Планирую пластику у того же хирурга. Не знаю. Почему? Наверное, потому что я слишком рано начала заниматься спортом. Ведь у меня была подготовка к соревнованиям. Вот. И показания безопасные для здоровья от врача я не выполняла. Всё. Я пошла заниматься. Вот. Готовиться к соревнованиям. Ну и, конечно же, это сказалось на груди. Честно вам, открою маленький секрет. Удачные операции врачей одна из ста. То, что вы видите в инстаграме того Хачутуриана, Мадуриана и прочих-прочих врачей, это лишь часть удачных операций из множества других. Так что, я не знаю, выбрать хирурга очень сложно. Довериться кому-то очень сложно. Тут игра в рулетку. Тут кому как повезёт, на самом деле. Нету стопроцентной гарантии от того, что у вас будет идеальная операция и идеальный результат. Вот и всё. Тут уже на отзывы, на работы, на опыт, на сертификаты, конечно, да. Но ни один врач и ни один пациент не застрахованы от неудачного результата. Почему сдвинулась? Да никуда она не сдвинулась. Она на месте, как и была. Просто немного деформирована. Ну что, я вам сиськи, что ли, покажу, девчат? Ну не нравится мне форма груди и всё. Что, что. Зачем так болезненно стремиться к идеалам? Так и кореша поехать может. Ну не знаю. Каждый у своей тараканы. У меня свои. И вот так вот поедет, поедет. После мамы пластики. Как питаться ведь в режим овоща минимум активности? Ну, жёсткая диета, если вы не хотите, чтобы вас разнесло, мягко сказать, да. Жёсткая диета. Очень жёсткая, с дефицитом калорий. Чтобы мы не растолстели. Рассчитывайте, исходя из уровня физической активности, она практически нулевая должна быть, норму калорий. Из неё создавайте дефицит. Овощи, варёное мясо, крупа, никакого сахара. Тогда будьте топы даже пофудеете. Я после операции, ну, недели три не занималась. Вообще, недели две. Вот. И похудела. Очень хорошо похудела. У меня прям ножки вообще такие тоненькие. Вот на сладьбе поехала. Дрещугавая была. А потом, конечно, уже поднабрала. Вот. Каким тональным кремом будет? Я не пользуюсь вообще никаким тональным кремом. Скажи, пожалуйста, при женских днях можно заниматься фитнесом? Тут уже кто себя как чувствует. Смотреть надо по самочувствию. Я занимаюсь. Если тебе плохо, если у тебя болит живот, если у тебя там течёт ручьём, извините меня за подробности, то, конечно, необходимо отдыхать. Вообще, женские дни – это законно природный выходной. И женщина в эти дни должна расслабляться, отдыхать и получать удовольствие. Если, сходя из этих факторов, я бы не советовала дрочить свой организм. Так, отдыхайте, девочки, отдыхайте, спите, кушайте вкусняшки. И всё. Только в меру. Тебе повезло, что кожа такая. Ну да, хоть с чем-то, говорю, повезло. Всё, были проблемы с речью в детстве. Нет, не было. У меня в детстве были проблемы только с психикой. Нервные. Нервный ребёнок. У меня, на самом деле, просто до трёх, до четырёх лет закатывалась, плакала, когда синела и не дышала. Ну, как и мой сын. Вот, судороги были, а потом всё прошло. Проблем с речью у меня не было. Как доктор. Как доктор Хайдарову, посмотри его работы на Instagram. Хорошо, посмотрю. А почему вы отказались от кого-либо? Я не знаю, рассказала, как о том, как начала работать в Ториш Модшоп. Работать в Ториш Модшоп я начала, когда у меня уже было энное количество подписчиков. И благодаря тому, что у меня большое количество подписчиков, мой магазин начал развиваться. Благодаря тому, что многие девочки постоянно спрашивают, Вик, а где купила я то, что такое хочу? Вик, а где ты купила я то, что такое хочу? Я подумала в один момент, почему бы мне не воспользоваться, да? Этой возможностью не создать свой магазин, носить те вещи, которые будут в моем магазине. То есть то, что я буду носить. Девочки будут спрашивать, где купила я. Я говорю, где в моем магазине. Именно это дало такую базу, хороший фундамент для развития моего магазина. Как другим быть, если у вас нету людей, которые хотят быть похожими на вас, хотят носить такие же вещи? Это обычно делается, отправляются как вещи известным блогерам, да? Которые популярны за денежку. Вы платите им денежку, вы даете им свою вещь, и они вас рекламируют. Одному, второму, третьему, четвертому, как множество, можно больше. И так постепенно ваш магазин развивать. Просто создать страницу и ждать, когда же у меня купят платьишко, это нереально. Это не работает. Поэтому в любом случае вам нужны люди, которые будут рекламировать ваш продукт. И это касается не только одежды, а вообще любой сферы. Работать нужно с блогерами. У тех, у которых большое количество подписчиков, те, которые дают рекомендации, и у тех, у кого подписчики этим рекомендациям следуют. Вот и все. Будет ли какой-то толк, если бегать на степь передом? Толк будет от любого действия, от любой попытки хотя бы хоть что-то сделать. Поднять свою шикарную попочку и пойти заниматься. Хоть вы будете вот так вот на месте топать, уже, девочки, будет толк. Понимаете? Если вы создадите дефицит калорий в питании, если вы будете следить за тем, что вы кушаете, уже будет толк. Если вы поменяете свой режим дня, режим сна, на правильный режим, толк будет. А если вы, извините меня, раз в месяц залезете на этот эллипс, на следующий день пойдете кушать пиццу, потом на следующий день вы вдруг вспомните, покушаете овсянку, а вечером закусите там каким-нибудь тортиком, значит, ну я же с утра овсянку ела, вот, то толку, конечно, не будет. Все зависит от того, как вы выстроите свой режим дня, режим питания, режим сна и режим тренировок. Просто на абы как раз там в пять лет ходить на эллипсе, нет, конечно, толку не будет. Будет толк только в комплексе со всем. И с питанием, и с тренировками, и со сном, да, и с массажем. Как же, сука, тяжело вам рассказывать и заниматься одновременно. Волосы на руках жесткие, от бритья не стали. Да нет, нормальные волосы. Сколько стоит ваш проект? Это все ВКонтакте пишите. Приезжайте еще в Донбай. Волин, пишите мне, пожалуйста, в Директ. Я очень хочу в Донбай. На самом деле мне... Я была в Донбай в том году, и Донбай мне больше понравился. Там... Да что ж такое? Резкость пропала. Там намного больше солнца, красивее горы, и как-то там, знаете, так, более сказочно, что ли. Вот. Такое все компактное, маленькое. Я бы, честно, хотела очень поехать в Донбай, но чуть попозже. А счет из блондинка о твоих белых волосах никто не видит. А вот с лошадиными волосами как он борется? Я блондинка? Да я не блондинка, вообще-то. У меня средний русый волос, и поверьте, мои волосы видно нормально. На руках они очень чернющие были. Кстати, когда я начала их бить, они стали намного светлее. Вот. У меня вот тут усы. Я их уже года четыре постоянно. У меня есть такая пружинка, ими пользуются армянские женщины, капкасские. И они себе вот так усы выдергивают. Пружинка так защемляет усики и выдирает. После нее не растут пенечки, а постепенно, если много-много лет выдирать, их становится все меньше и меньше, потому что они выдираются прям с корнями. Вот. Очень крутая штука. Мне ее подарили давно-давно. И вот с тех пор я ее боюсь потерять, потому что ее нигде невозможно купить. Не знаю, я ни разу не видела, чтобы она продавалась. Как давно сдала на права? Было ли тебе сложно? На права я сдала больше трех лет назад. Нет, мне не было сложно. Я за рулем, знаете, как рыба в воде. Теория сдалась в первого раза. Практику нет. Потому что гаишники подкупные сволочи и делают все так, чтобы ты заплатила. Вот и все. Ну, что заплатить за практику? Как и 90% тем, кто сдавали. Кстати, Теорию, я одна сдала из всей группы. С первого раза без ошибок. Остальные все провалили. Почему бы лазер не сделать? Потому что я не люблю лазер. Потому что я не люблю терпеть эту боль. Потому что я люблю загорать. А когда делается лазер, загорать нельзя. Фу, ладно, ребята. У меня уже прошло 50 минут кардио. И я уже свою галочку в голове поставила. Пошла заниматься остальными делами. А вам желаю хорошего настроения, продуктивного дня и отличного тренировка. Пока-пока. Спасибо большое за эфир. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok